Всем привет, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала. Сегодня готовлю вот такой вот очень вкусный перец фаршированный. Вот такая вкуснятина. Так захотелось фаршированного перца, что решила сегодня в свой выходной приготовить. Вот такой крупный красный купила. Значит залила вот в кастрюлю воду, в кастрюлю, вода закипела, проварила немножко, минут 5 перец, предварительно наколов его вилочкой. Перед этим еще сварила рис, можно до полуготовности. К рису добавила фарш, свиной или куриный, какой вы любите. Фарш, перец молотый, значит базилик, соль. Здесь я делаю заранее зажарку. Зажарка у меня лук, морковь, томатный сок. Соком вкуснее, можно с томатами потереть. Сейчас они растут на терочку или через соковыжималку. Значит, на сковородку налила растительное масло, обжарила лук, морковь и томатным соком сверху залила. Тогда немножко до золотистой корочки сделала. И теперь у меня зажарка делается. Перчики начиняю. Вот тут еще у меня есть перец, а рис остался. Просто у меня, ребят, мало места сейчас и одна тара, поэтому так может не очень красиво, но будет вкусно. И вот так вот поставила перчик в кастрюлю. Начинкой вниз, вверх вернее, залила сверху томатом и водой. И буду готовить до готовности, под закрытой крышечкой. Мой перчик скоро закипит, ребят. Добавила еще несколько штучек, потому что фарш остался. И еще не сказала или сказала, что когда делаю заливку для перчика, обязательно добавляю сахар. Пишите, вы добавляете сахар или нет, чтобы было вкусненько. Кисло-сладкий вкус, мне очень нравится томатно-сахарно-базиликово-перечный, скажем так. И сам вкус перца. И немножко у меня фарша осталось, я его сюда вот добавила, так просыпну, и чтобы была такая юшечка густоватая слегка. Слюнки катятся, я попробовала, так вкусно. Варить, как я уже сказала, будем на маленьком огне, под закрытой, чуть-чуть приоткрытой крышечкой, до готовности. Например, чтобы фарш у нас приготовился, примерно минут 25, вот так вот. Будем пробовать, чтобы еще и перчик был готовый. Не забывайте ставить ваши лайки, подписываться на канал, делиться рецептом с друзьями в социальных сетях. Всем желаю приятного аппетита, мира, любви и добра. До скорой встречи! Всем пока!